Самый популярный социотип из 16, без преувеличения. Ролик с описанием социотипа Есенин посмотрели 78 тысяч раз. Для сравнения, описание Джека Лондона набрало 23 тысячи просмотров за то же время. Почему так, я расскажу в конце, а сейчас, внимание, 5 признаков того, что ты Есенин. Первое. Непреодолимое чувство того, что ты родился, как будто бы не в то время. Почему так происходит? Есенин склонен воспринимать мир и происходящее в нем в контексте времени, как некую временную спираль или киноленту. Мысли непременно уводят интуитивно-этического интроверта то в далекое прошлое, то незримое будущее. Романтичная натура Есенина неизбежно сталкивается с ощущением «я тут лишний» во времена успешного успеха, бесконечного достигаторства, какой-то финансовой гонки. То ли дело в прошлое, где можно было спокойно сидеть у окна, почитывать любимую книгу и никто не будет корить тебя за неэффективное времяпрепровождение. Второе. Вероятно, ты часто слышишь в свой адрес выражение «не от мира сего». В разной интерпретации, но суть одна. Витает в облаках, не видит земли под ногами, не отстреливает реальности, начитал со своих книжечек, в жизни все иначе. Помимо реально идеализирующей натуры Есенина, имеет место быть крайняя бытовая невнимательность. Когда ты очень редко находишься мыслями в моменте, здесь и сейчас, смотри пункт первый, реальность часто подкидывает тебе сюрпризы-нежданчики. То порог ударяется тебе в мизинец, то ножка стула врезается в колено, про появляющиеся внезапно из ниоткуда шкафы, дома или даже людей, я вообще молчу. Понятие «не от мира сего» включает в себя также некую бытовую беспомощность. Не в прямом, разумеется, смысле этого слова, а в сравнении с другими людьми. Очень сложно, находясь не здесь и сейчас мыслями, быть включенным в сфере уборки, готовки, быта. Есть один из моих любимых мемчиков на эту тему. Я настолько забывчив, что утром, поставив турку с кофе на плиту, вспомнила о ней только вечером. Но поскольку я забыл включить турку, все обошлось. Ну вот, так и живем. Третье «зависимость от настроения и глобальных мировых процессов». Есенин натура весьма эмпатичная, ему зачастую труднее, чем другим просто взять и взять себя в руки, собраться и делать просто потому что надо. Моментально ни с того ни с сего может накрыть осознание тленности бытия. Кто мы? Куда мы катимся? Зачем это все? И все, прощай работоспособность. Потом вдруг, также внезапно накатывает вдохновение, когда ты готов просто сворачивать горы, крушить, ломать, достигать, творить. Но к часам 11 дня все проходит и становится на свои места. Это ни в коем случае не значит, что Есенин безответственный, опаздывает на работу или срывает дедлайны. Если какой-то Есенин так и делает, то не потому что он Есенин. Но вот просто поныть, пофилософствовать, порассуждать на эту тему, пока все-таки завязывая шнурки на работу, святое дело. К слову, Есенин довольно часто находит себя в профессиях, скажем, творческих, со свободным графиком, свободным полетом мысли, без какого-то контроля и четких рамок и ограничений. В глазах родственников, которые долгое время жили под эгидой стабильности, это что-то сроднее безделья. И помню, мои родные долго-долго ждали, когда я все-таки найду нормальную работу, потому что психолог это что-то непонятное и сомнительное. Четвертое. Испытываешь трудности с финансами. И сейчас все такие в комментариях. Да, да, я, я, это же я. Спокойно, это ты только в том случае, если все предыдущие пункты тоже тебе соответствуют. Итак, почему же трудности с финансами? Ну, во-первых, творческие профессии, куда чаще всего уносит Есениных, приносят много счастья, радости, вдохновения, но не денег. Некоторые Есенины потому все-таки идут на компромисс со своей творческой натурой и отправляются на нормальную работу. Отрешенность от мира сего тоже нормально так бьет по карману. К сожалению, в нашем мире не принято платить человеку за то, что он отмечает красоту великолепно прекрасного заката или ощущает легкое дуновение ветра на своей щеке. По факту, даже овладев каким-то, пусть небольшим, но количеством денег, Есенин, скорее всего, спустит их на какую-то сиюминутную покупку, которая принесет радость и счастье, нежели отложит их на коммуналку. А коммуналка, оно потом как-то все само. Финансовая грамотность Есенина зачастую оставляет желать лучшего. Так что Есенины, которые в себе эту финансовую грамотность прокачали, вам просто бесконечный респект и уважение. И напишите, пожалуйста, в комментариях свои лайфхаки. А я в свою очередь хочу поделиться с вами бесконечно крутым видео Андрея с символическим названием «Зачем миру Есенины?». Как показывает практика, интуитивно-этические интроверты примерно раз в месяц задаются таким вопросом. Пятый признак того, что ты Есенин. На фразу «полей цветы» ты отвечаешь «лесо в деревья». В этом я считаю вся суть Есенина. Полное описание социотипа «Есенин» ты найдешь по ссылочке ниже. Там же можно записаться на типирование. И там же ссылочка на мою инсту, где всегда много обучалок и понятной соционики. Я же обещала рассказать, почему видео с описанием Есенина самое просматриваемое. Значит, слушайте. Среднестатистический человек, знакомясь с соционикой, проделывает примерно такой путь. Для начала... О, тестик! Пройду-ка я тест. Так, я этик? Ну, конечно же, я ж не сухарь какой-то бесчувственный. Я же этичный, да. Я творческий? Ну да, разумеется, я вот и шью, и вышиваю, и вообще... Я супер-мега-креативный. Что? Гексли? Это я что, конь Юли из трех богатырей? Да не дай бог, чушь какая-то. Так, кто там еще есть такой, как Гексли? Только интроверт. А то, что у меня всего два друга, и вообще я не люблю людей, конечно же, я интроверт. О, Есенин! Отлично! Вообще все про меня. Романтичный? Да. Идеалист? 100%. Трудности с финансами? Еще бы. Люди смотрят описание Есенина. Описание Есенина выбивается в топ и чаще предлагается новым людям, которые тут же узнают себя в описании Есенина. И получается такой вот замкнутый круг. Я тебе дал снять видео, вообще даже не мешал. И не делал ты гадык, и не скакал, и не сумел, и не кусал корь. Просто спай. Моя ёпочка. Чё? Моя ёпочка. Моя ёпочка. Моя ёпочка. Моя ёпочка. Моя ёпочка. Продолжение следует...